Новогодний ледовый городок наконец открыл свои двери для посетителей. Еще до начала праздничного концерта детвора облюбовала горки, чаши и лабиринт. В этом году на центральной площади сделали развлечение как для малышей, для них здесь отдельная горка и механические аттракционы, так и для подростков возвели многополосную большую горку. Но на таком аттракционе могут кататься даже взрослые. Ну в целом нравится все, конечно, очень красиво, веселимся с детьми, радуемся. Красиво, но снега мало, нету снега. Был бы снег, было бы веселье больше. Дедушка Мороз, ребята! Здравствуй, дедушка! Здравствуй, дедушка! Веселый смех детворы на площади прервало внезапное появление Деда Мороза. Да еще и ни одного, целая колонна бородатых волшебников и их внучек-снегурочек появилась перед уссурицами. От молодежного центра «Горизонт» сказочные персонажи прогулялись до Центральной площади, где станцевали свой танец вместе со зрителями. Так началось официальное открытие Ледового городка. Больше месяца готовили Центральную площадь к празднованию Нового года. Первой появилась зеленая искусственная красавица-елка. Я за то, что она искусственная, что не портят в лес. В этом году убранство Центральной площади выполнено в театральном стиле. Стенды знакомят горожан с самыми известными храмами, мельпомены нашей страны и, конечно же, с уссурийскими театрами. Есть на площади и своя сцена, где в роли актера себя может попробовать каждый. И нежные балерины в колоннах, которые хрупки, как стекло. Помимо красоты убранства, горожане смогут увидеть здесь концерты и массовые гуляния в дни новогодних каникул. Наталья Зайцева, Игорь Антонов, Телемикс.